приветище это финальная серия planet crafter сегодня мы узнаем сможем ли мы сбежать с этой планеты или останемся здесь жить поскольку теперь она пригодна для этого первое что я хочу сделать наши ракеты уже потихонечку прилетают это очень хорошо заказать мебель который у нас раньше не было поскольку у меня теперь огромная куча бабла я могу себе позволить практически все семена дерева розе не давай самого дорогого начнем жилой отсек с куполом покупаем фонтан проектор икру возьмем личинку вот эту а и все денег у меня уже больше нет ладно давай откажемся от икры вот это и возьмем лягушек лучше запускаем скоро нам это все прилетит пить хочу елки-палки сейчас сходим проведаем наших животинок как они там поживают посмотрим чё с кормом ребят привет как вас какой-то уже пошел можете погладить с какой стороны только где подойти а и он нам дал генетическую особенность то есть в принципе это не одноразовая акция можно подходить гладить и получать генетические особенности прикол тогда нафига мне их синтезировать если мне их дают животные вот это да так по месту у нас еще одна капсула днк сюда вместится теперь по еде по еде все ок этот им деликатес принес кабачок пускай пожрут и фасоль хотя не фасоль я сам съем все а теперь бежим синтезировать новые виды животных я выяснил что их всего три вида то есть три разновидности на этой планете будет вот поскольку всего три личинки вот эта редкая личинка дает нам третий вид разновидности сейчас узнаем что нам даст шелка шелк и пчела скорее всего первую вторую разновидность до 1 2 получается всего три разновидности на планете возможно пойдем посмотрим наш первый питомец наш друган это какая разновидность вторая или первая это первая разновидность выходит мы знаем как она выглядит а вот 2 у нас еще нету поэтому мы сейчас будем синтезировать вторую разновидность так закидываем метеориты серьезно я думал просто туман продолжаем наш синтез у второй разновидности у нас будет цвет а серый второй цвет будет вот такой вот желтоватый синтезируем днк вот она пойдем теперь посмотрим что же это за животное такое кидываем их держит у нас это типа ящерки прикольный такой забавненький погладим его что-то нам дал цвет а вообще классом давай еще раз погладим наших животных больше они днк видимо раз в день они дают нам днк особенности какие-то генетические мутации поэтому буду теперь знать теперь давай выведем первую разновидность это наш восьминогий дружбан только мы его мутациями наделим будет он серый дальше какую мутацию мы сюда закинем вариант 5 скорее всего их 5 и существуют давай пятый вариант сюда вкидываем рисунок кожи сделаем ему цвет рисунка кожи будет коричневый ранее у нас вообще вот этой штуки не было ни у какого животного а теперь будет давай люминесценцию 10 уровня сюда вкинем и размер 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 у нас где тоже был размер вот размер 3 синтезируем пойдем я посмотрим насколько он больше будет это во первых автор их какая разновидность у него будет а значит мне нужно новый вольер построить и кстати он капец уже какой большой смотри здоровяк еще один вольер отправляется сюда впихиваем новую интересную днк существа и смотрим оу о гу-го нифига себе как он крутой вот это да давай еще первую разновидность сделаем но вариант у него будет давай четвертый посмотрим что он нам даст цвет b будет таким цвет а серый рисунок кожи мы не будем добавлять добавим ему размер и люминесценцию восьмого уровня все посмотрим без окраса каким он будет у нас пошли и кидываем ее сюда а ну тут просто рогов поменьше ясно давай погладим его ну дайте поглажу пупсичек спасибо так а тут куда ушел ну по размерам да он значительно больше нежели вот этот вот чё по еде у нас все почти сожрали пойду на свой огород пшеничный вообще думаю этот огород поближе к ним перенести чтобы так далеко не бегать держите кушайте надо кстати посмотреть эта кормушка на другой вольер распространяется все отлично сделаем еще ящериц а то она у нас там одна одинешенка бегает зеленую ящерицу с коричневым оттенком окрас у нее будет давай четверка размер двойка вариант второй а и все больше у меня ничего нету из вариантов ну значит второй вариант ну я думаю что на этом мы и остановимся каждой твари по паре это будет более чем достаточно смотрим у какой интересный ушки у него появились забавный погладим корабль нас там прилетел о прилетел отлично сейчас я попью воду и мы посмотрим на наши новые покупки что же у нас тут чертежи деревья и икра гол все это распаковывать капец как темно зато мы можем оценить как светит наш мангал хотя это называется камином и куб куб достаточно яркий но я думал что он будет еще ярче как бы не очень он светит теперь раскрываем чертежи которые нам приехали голографический проектор я его все-таки купил да ладно фонтан это очень здорово и отсек с куполом фонтан капец какой огромный давая его наверное где-то здесь размечу ого чуть можете купаться прямо здесь давай танец скоро мы отсюда свалим может сказать что это прощальный танец теперь голографический проектор пусть тут будет в него можно я так понял что-то вставлять ну вот допустим икру вставил и тут жаба а если дерево подожди деревца давай она вон как проецирует понятно тогда а если днк о как интересно днк тут проецируется пускай тогда днк и будет у меня тут еще одна фермочка земноводных есть мы сюда сейчас икру закинем по моему зря я их покупал такие жабы у нас и они это не отличаются они очень отличаются эти сколько дают 500 а эти 500 но в принципе они одинаковы теперь сделаю здесь лесок небольшой лесок деревьев которые мы прикупили посмотрим насколько они крутые и конечно же еще разок напоследок попытаем свою удачу с картами доступа в другом портале а камушки нужно взять обязательно дайте нам что-нибудь интересное из порталов пожалуйста 4 5 не попроще хотя если попроще чем ведь найду то там скорее всего не будет дверей с картами так что наверно третьего уровня чего-нибудь если о сложность единица давай ради интереса до сходим посмотрим что там за сложность такая прошлый раз мы второй уровень сложности выбрали а тут 1 вообще оу оу тут водопады кругом прикольно остается только найти катакомбу или разрушенный корабль или бункер решил забраться на самый верх отсюда будет все в принципе видно огромнейший биом но пока что не нашел обломки никакие а нет гляди-ка что-то нашел что там у нас денежки обязательно пойдем посмотрим что это у нас бабушка такая здоровая яркая прикольная войти сюда никак а его нашлось все отлично даже по моему что-то спасательное ли это обломок от антенны нос посмотрим насколько это сложный лабиринт о нашелся сейфик и он тоже без охраны было и довольно скудненький я бы сказал возвращаемся обратно и сейчас выберем другой уровень сложности заодно посмотрим какие биомы еще могут встретиться закрыть портал так 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 открываем третий уровень ой а мне кажется мы тут были да ухты я вот это растение еще ни разу не видел колючки какие-то хотя нет тут мы еще ни разу не были корабль я уже нашел он находится вот здесь по крайней мере все что от него осталось не понимаю почему как вообще корабль в стенке оказывается он вроде бы как кораблекрушение потерпел но он окутан камнями вокруг очень любопытно как так выходит винтовая лесенца моя любимая и спуск вниз ну конечно о о нашлась 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 моя дверка проверяем ка карточка 1 всего нужно прикинь работа то другого портала карта подошла и здесь на третьем уровне сложности встречается три сейфа что забираем все что тут есть у нас ну вот собственно и все с карточками я убедился что они подходят к другим порталам можно отсюда смело сваливать наберу сейчас какао-бобов вот этих вот будет сегодня десерт для моих подопечных а кстати а почему трава у меня тут какая-то белая с чего ли это а чуныш деревья вот а деревья растут растут деревья вот какие они будут понятно новые краски будут у нас тут а белая трава это особенность этих деревьев я так полагаю потому что ранее и здесь не было хотя и дальше есть белая трава я наверное это не обращал внимание привет ребятки я вам тут поесть принес держите свой десерт так и что-то не поняла куда он уходит то сразу в рот что ли ему улетел походу надо еще за пшеном сбегать тогда да такую араву проблематично прокормить а если сделать еще один вольер дук я с ума тут сошел один держите ура получен новый чертеж экскаваторная платформа давай посмотрим что там для него нужно где этот экскаватор вообще у нас располагает вот он а предохранитель оптимизации энергии стержни солнечный кварц блазарный корс в общем все это у нас уже есть пойдем собирать тут деревья там деревья везде деревья и тут еще ко мне ко всему прочему так проверяем влезет ли облезает здесь готова полен блин 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 а как подняться то есть лесенки лесенки лесенок нету не предусмотрено я так залезу хотя бы здесь лесенки есть ну что что мы тут имеем открыть экскаваторную платформу а это то есть я с собой что могу забрать до показатель интерфейс ошибка обнаружен высокий уровень помех пожалуйста уничтожьте источник помех чтобы получить экстракт местоположение аномалий семьсот восемнадцать сорок три двадцать два шестьдесят девять опа какой нафиг экстракт еще вышла в о чем вообще ладно пройдемся по этим координатам семьсот восемнадцать сорок три семьсот восемнадцать так где вообще семьсот восемнадцать давай-ка домой так где-то здесь уже поближе а вон туда нам нужно сейчас я туда телепортнуюсь тогда к пустыне пустыня корабль тут уже 1000 она у нас значит назад нужно возвращаться кинопланетянам что ли получено новое сообщение опа получен новый чертеж большое взрывное устройство ничего себе подождите надо вернуться домой и почитать сообщение потому что это все дело неспроста так письма где у меня не прочего вот sentinel corporation поздравляем наши датчики показывают что вы успешно терраформировали назначенную вам планету однако наш мониторинг показывает что на вашей планете есть аномалия которая мешает нам колонизировать ее вы должны это сделать уничтожьте эту аномалию перед использованием стартовой платформы чтобы наши космические корабли могли вас эвакуировать мы отправили вам рецепт взрывного устройства способного выполнить эту задачу это не автоматическое сообщение то есть какой-то там фикс горы говорит вот тебе взрывчатка иди взрывай что там нужно то вообще для всего это поместите его под аномалию стражи и активируйте чтобы иметь возможность покинуть планету а ладненько давай сейчас все ингредиенты тогда соберу и мы пойдем взрывать наверно чуть ли это мне почему-то кажется что нас ведут кто и двери к инопланетянам где я ранее был еще до этого обновления там огромный песчаные двери кстати можно было сразу к руднику телепортнуться что-то эту пану у меня же была эта возможность только что-то вот я где вход то елки-палки его кажется потерял блин прикол весь том что пещер то было где-то здесь но ее как бы запечатали что ли вот этим огромным кольцом из камня и как мне теперь туда попасть вот это поворот короче надо телепортнуться я штамм телепорт делал для добычи суперсплава а подожди или это это вот она пещера блин подлетел кораблю и вот она пещера все я немножко просто запутался сюда же мне нужно было вот у меня тут добывается суперсплав вот он телепорт здесь у меня все вставлено активировано и точно по ходу нам сюда нужно и все тут бомбануть а я совсем забыл что тут реактивный ранец не работает почему-то что странно тут кстати есть же космический корабль я его находил он для тут стоит так это дома пришли мы можем туда там я был там скрижаль стояла и нет может корабль и не тут был тут город должен быть огромный город да вот он ну по координатам вроде бы я как тут 718 но кто-то не то вот прошел теперь мне нужно 43 43 это повыше где-то вот там вот наверху а глубина кстати та самая которая нам нужна там 2200 по моему было так вот она эта высота кажется мы прям вот там где нам нужно 2 2 ну почти почти чё если я здесь размещу бомбу это пойдет попробуем а то есть нужно точку найти и все так просто а куда тут был бы как это я не понимаю даже куда ее поставить-то а вот-вот-вот-вот сюда нам нужно тут корабль по моему вот она аномалия все я ее нашел из-за нее все что давай разместим тогда тут да я тут и как раз разместить нужно было готова кнопку надо нажимать триггер написано отчет сколько 10 секунд бежим 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 надо сохраниться во первых на всякий случай 5 4 3 посмотрю но меня щас несет нафиг я сдохну тут наверно баба а почему бомба-то целая и сфера целая все осыпается меня прибьет вау вау больно 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 я тут постою тогда мне наверно бежать надо отсюда да ух как колбасит колбасит знатненько конечно ну все так по ходу колбасить и будет до последнего поэтому я наверное побежал отсюда ой-ой-ой-ой трясет знатно знатно конечно но тут вроде не четок а все завалили завалились короче тут все вот так вот ну теперь бежим к нашему челноку получено со а у меня шанса то нет пойдем почитаем что там по сообщению сентинелл корп или кто мне прислал том ничего прислал от райли это будет последнее сообщение которое смогу отправить тебе я сделал все что мог но наши возможности очень ограничены наставительно советую тебе не доверять сентинелл корп поскольку они неоднократно показывали насколько они несправедливы и репрессивны им наплевать и на вас и на других заключенных мне удалось связаться с кораблем контрабандистов они готовы взять вас на борт за 500 тысяч жетонов терры и 5 солнечных кварцев вы должны собрать правильное необходимое количество жетонов терры и заполните инвентарь вашей платформы отправления необходимым кварцем для посадки а вот для чего там инвентарь то нужен был они тоже ненадежные я не могу вам ничего гарантировать ваше будущее не определено и несмотря на все через что вам пришлось пройти то что ждет тебя впереди возможно будет еще труднее мне бы хотелось чтобы это был счастливый конец но жизнь несправедлива 500000 терра токенов ты представляешь эту сумму зачем я только потратил 70 тысяч 70 тысяч на мебель и прочую всякую трепуху это коллапс мне придется столько порталов зачистить чтобы получить эти деньги дам денег у меня прям таки сказать не густо мне теперь нужно вам туда залететь и я 5 солнечных кварцев притащил как бы готовимся чего готовимся покинуть планету отдайте свою судьбу в руки сентяна а можно то есть и так сделать да погоди ну ну давай вот я сюда выгружу все что у меня есть вот sentinel corp меня сюда засадил и sentinel corp отсюда меня и заберет покинуть планету улетев sentinel corp ого корабль какой прилетел гляди по моему я лечу куда-то в крыло я по моему даже ему крыло это пробил поздравляем вы успешно терраформировали эту планету сейчас мы пересмотрим ваш приговор на основании различных отклонений от правил которые могут быть вменены вам и фигасе корабли сюда поналетели то как на данный момент вы останетесь под стражей пока ваше дело будет рассматриваться корпорации sentinel вот так-то пока что я еще до сих пор заключенный планет крафтер и все миджу геймс вот и все вот так закончилось то елки я просто остался под стражей и суд должен решить мою судьбу не так дело не пойдет признаюсь пришлось читернуть потому что 500 тысяч терра токенов это не посильная ноша для меня одного поэтому пришлось читернуть и сразу же после того как я получил 500 тысяч терра токенов мне прилетело письмо от sentinel corp наше наблюдение показывает что аномалия успешно уничтожена воспользуйтесь отправной платформой чтобы покинуть планету затем мы пересмотрим ваше наказание на основании различных отклонений от правил которые могут быть вменены вам то есть пришло письмо с тем же текстом который мы прочитали в финале первой концовки теперь отправляемся отправляемся к водопаду 500 тысяч терра токенов у меня в кармане даже чуть больше счастья покажу то есть деньги как бы вот у меня есть все ок солнечные кварцы я туда закидывал прошлый раз они должны тут остаться да и не только кварцы и и теперь у нас есть возможность выбрать другую концовку покинуть планету отдайте свою судьбу в руки космических контрабандистов отдаюсь им в руки о другой уже корабль за мной прилетел и метеоритный дождь начался забавно все мой друг теперь я знаю что больше никогда тебя не увижу несмотря на все через что вам пришлось пройти то что ждет вас впереди может оказаться еще труднее в этом мире есть вещи которые даже мы с тобой не можем победить хотя мы и думали что победим мне бы хотелось чтобы это был счастливый конец но я сомневаюсь что так оно и будет удачи райли райли planet crafter более но финал очки такие себе вообще скудненькие очень показали бы как я там в космическом корабле сижу чай чай кофе попиваю какой-нибудь из концовок да ну что типа все у меня нормально концовки никакие короче вот собственно и все пиши в комментариях что думаешь по концовкам какая из них типа они обе одинаковые абсолютно как бы так же показывается планета с разных ракурсов какой-то текст и и все как бы больше ничего ну и мы конечно улетели куда-то в какой-то космический корабль они одинаковые только текст разный в общем на этом все сама игра мне понравилась концовки нифига не понравились за прохождение игры я думаю заслуживаю лайк потому что проходил ее наверное на протяжении всего ее создания то есть я от альфы и до релиза прям но это сколько это года два дамы наверно в нее игры не знаю в общем короче напиши в комментариях что думаешь по концовкам ставь лайк за то что мы его наконец-то прошли и подписывайся чтоб не пропустить следующие ролики так что до встречи увидимся в новом видео